Я вообще ничего не думала Ну, сначала ножки прям кривенькие были Было тяжело Три дня и все, сломается А где же наша Яночка? Ну, это красивая гимнастика У меня была победа никогда Меня благополучно выгнали из Новогорска Тренируюсь и все, все остальное мы с тебя решим До конца карьеры ничего не выучила Звезду почти словил Я каждую, наверное, неделю-две ездила на МРТ У меня очень болела нога Укол в икру, укол в попу Ну, ладно, хоть второй И то неплохо Я даже звонила на горячую линию Путину Ну, я часто плакаю, если честно Ребята, мы в Уфе и нам очень холодно Но мы очень рады, что у нас есть возможность Приехать в гости к Яне Кудряцу И поговорить с ней о гимнастике Когда мы в Дубае Есть гимнастки хорошие в Дубае Там тепло Там правда тепло Ян, привет Привет У нас с командой В первый выезд за территорию Москвы И очень рада, что мы приехали именно к тебе В Уфу, любимую мою Расскажи, у нас будет пару часов потом Перед самолетом Куда пойти, что посмотреть? Ну, честно, я мало что в Уфе знаю Не очень хорошо Хотя год уже живу не очень хорошо Ориентируюсь Гуляю в парке Якутова Такой парк с озером очень красивый Ну, конечно, город живет хоккеем Сегодня как раз домашняя игра Поэтому приходите на хоккей все В Уфе ты за любимым? Да Заходишь ли зал в Уфе в гимнастику Или все в семье? Нет, я пару раз заходила в зал Сначала у меня был мастер-класс А потом просто я позвонила тренеру Хорошая очень женщина И попросила, чтобы ей показать Вообще, как это все выглядит Как предметы выглядят И привезла ее Она там со всеми девочками общалась Так, ей очень понравилось Это два раза единственное Когда я заходила в зал То есть, если уже переходить Ты из спортивной семьи И тебя, скажем честно, не было вариантов Пойти тебе в музыкальную школу Или еще куда-то Ну, если только после спорта Так, наверное, только один вариант был у родителей Мне всегда говорят Как ты попала в спорт Как ты подумала, что ты хочешь остаться Я вообще ничего не думала Меня сначала заставляли А потом уже как бы пошло И уже жалко было оставлять это дело Которое детство потратило Еще можно сказать Раз ты его запускаешь в зал Ничего это не значит Да Ну, муж очень хочет Чтоб она тренировалась Чтоб она была гимнасткой Он говорит, что вот ты Олимпиаду проиграла И ты единственное В чем себя оставила Обойти, дочке Это вот Будет она, значит Олимпийской чемпионкой Так что Будет тренироваться Но я не готова заставлять ее И не готова тренировать ее Как многие считают Что ты будешь там тренировать Нет Такого пока в планах моих нет Но при этом Фактура твоя передаватель Еще пока не видно Ну, сначала ножки прям кривенькие были Такие Когда родилась У нее все время все охали и лахали И мама говорит Господи, не вди мы ноги Мужа Вот Но сейчас такие тоненькие Она очень тоненькая и длинная То есть То есть расположенность есть Ну да А дальше посмотрим Так что прям подъемы она тянула Я все говорю То есть ее дочка Полина Кукушкина Она говорит Я ее родила И у них такой синтез Такое общение Что возможно Она говорит Да, вот наверное Эта девочка Которую я все время ждала Мне пришлось ее аж родить Что это вот в ней все То есть фактура Она очень эмоциональная Она очень ловкая Она говорит Даже Ерина Александровна ее видит Говорит Будет чемпионкой мира Так что может быть все-таки И тебя в зал затащит Пока я так не могу сказать Но я в любом случае отдам его в художественную гимнастику Если придется заставлять Я к этому не очень готова Если будет нравиться Пожалуйста Тренируйся То есть так Ты недалеко от гимнастики У тебя мастер-классы Соревнования Ты все время Сейчас начался новый олимпийский цикл Точнее Не олимпийский цикл А последний год Олимпийский год точнее начался За кем следишь За кого болеешь Я смотрела с мужем У меня муж очень любит Соревнования смотреть Мы смотрели целый день Лежали гран-при Мне Честно Очень нравится Даже трубненького Мне Ну и все Собственно говоря Я ко всем хорошо Все огромные Молодцы Я ко всем с уважением С огромным отношусь И знаю какой это труд Поэтому всем Желаю удачи Вот так вот Да, ты как никто Знаешь Как сложно Особенно в этот Последний олимпийский год У меня такой Он был просто тяжелый Еще благодаря моей травме Да, потому что И такое напряжение Что чуть ли Я там рассказываю Что я на костылях Ехала на сборе В Сан-Паулу Перед тем Как выступать В олимпийских играх И не было такого Что я точно выступаю До последнего напряжения Нас держали Это очень тяжело было Но я думаю Тут будет не легче Девочкам Потому что Очень большая команда Такая Если вы все равно С Ритой были Планировалось Если ты будешь здоров Значит ты будешь выступать То здесь у тебя есть Какие-то Здесь только кофейня Гуши Наверное поможет Как думаешь Кто будет наступать В Токио Я не Ванга Не знаю Но я думаю Что Кто-то из сестер Будет выступать И Катя Селезнева Я так думаю Потому что Она очень Для Олимпиады Нужно быть Очень психологически Уравновешенным Маленькие девочки Я думаю С этим Просто не справятся У них еще будет Потом вся жизнь Вся карьера Мне кажется Сказала Яна Кудряевцева Которая в 15 лет Стала абсолютной Чемпионкой мира Так вышло Я не планировала Если честно Тогда задам тебе Такой вопрос Как раз Сейчас Инстаграм нам В помощь Многие спрашивают Был ли у меня Страх перед выступлениями Пересматривая видео С выступления Я обратила внимание На свой взгляд Перед выходом Думаю Скорей боялись Меня Чем я Откуда Лидическо взялось На самом деле Ты наверное Приврала чуть-чуть Я все равно Переживала Как и все Не было Такого Страха Сейчас я выхожу В люди Например У меня всегда Паника Перед тем Как я выхожу Не знаю С чем это связано Я вспоминаю Что у меня никогда В жизни Не было такого Перед соревнованиями Что у меня Какие-то соревнования Вообще спокойно Какие-то Чуть-чуть Мандраж Был такой Легкий Сейчас мне тяжелее Переживать Даже На интервью На какие-то съемки Я всегда переживаю А тогда Такого вообще У меня не было Как раз Ирина Львовна Тоже говорит Что Яна Кудрявцева В быту Очень доброжелательная Очень легкая То есть У тебя не было Так У меня все По полкам Нет Я вообще Не В какой момент Яна Кудрявцева То есть Веселая Добродушная Такая легкая Девчонка В какой момент Становилась Вот этим Железным ангелом Точнее Ангелом Железными крыльями Ну Я даже На разминочной площадке Кто меня знает Я со всеми пошучу Кого-нибудь ущипну То есть Такая была То есть На разминке Ты еще Ну только на выходе Вот Не улыбаюсь Не смеюсь Не шучу Наверное Я думала Может быть Ты слушаешь музыку Настраиваешься Ну вот За два часа До выступления То есть Стараюсь Не растрачиваться Эмоции Так сказать То есть Ты превращалась В этого Меня видели С стороны Именно гимнастки Которые со мной Не тренировались А просто Они видели меня Холодным таким человеком Кто меня знал Там Таджи Рита Мамун Она Знала Какая есть На самом деле То есть За два часа Ты одевала на себя Эту маску Такого настоящего Истинного спортсмена И в 15 лет Шла завоевывая Но это была не маска Это не так Что я сейчас Собираюсь А ты внутренне Как ты изнутри шла Стержень твой Ну какие-то еще Когда повернуться Через правую сторону Или поцеловать Игрушку Приметы Ну приметы Да Как-то я думала Что мне сейчас Нельзя улыбнуться Лишний раз Ладно Вот так А еще были предметы Как истинность Ну а через правую сторону Поворачивалась Я перед выступлением Мне надо Тут вокруг себя Повернуться Через правую сторону Игрушка у меня была Кошка такая Уже под конец С шариком С антистрессом С таким И она у меня уже под конец Была просто Растянутая И все шарики Вываливаются С всех сторон И мне надо было Перед каждым выступлением Поцеловать ее Ну не выступлением А в отеле Она как бы Она в отеле Имеется ввиду Елена Вовна не стояла С кошкой Нет Такого не было Я ее не показывала Никому То есть это секрет У нас Да Я говорила об этом Кому-то Елена Вовна Наверное Это у нас был Как раз эксклюзив Елена Вовна Дала нам большое Достаточно откровенное Интервью Рассказала про ее путь С тобой Конечно Все-таки у вас был Длинный и интересный Путь Теперь мы Выслушаем твою сторону Потому что Елена Вовна Тоже очень доброжевательна Хочется узнать Как ты это все Прочувствовала Насколько было сложно Со стороны Спортсмена Ну все Если честно Так Уже забылась И в таком стрессе Это проходило Что видимо Плохие какие-то ситуации Они забывают Всегда через время Как и так Мне кажется Организм у нас Приспособлен Забывать плохое Было тяжело Именно Выступать Не могу сказать Что было очень тяжело А именно подготовка Очень тяжелая За год То есть все время Тяжело Что в нервном напряжении В таком И тяжело Что травма была У меня еще вторая нога Ломалась уже В Рио Не в Рио В Сан-Фауловом Были на сборах То есть Это все еще так скрывалось Лишний раз Там нельзя сказать никому Что у тебя что-то болит И как бы ты вроде плохо Не плохо тренируешься А мало тренируешься Потому что тренер знает Снижает тебе нагрузку А все не понимают Почему Она так мало тренируется Никто не знает Проблемы То есть Единственный выходной был Я с 250 километров Поехала на МРТ ноги Мне говорят Три дня И все сломается Я говорю Класс Ну и Вовна говорит Ну все Убираем нагрузку Вообще То есть я ни одного прогона Не сделала до выступления За месяц Вообще ни одного И мне Ирина Александровна От меня этого не требовала Если солдат Она гоняла Как там По 30 прогонов Так что солдат Гоняет Да Меня То есть я останавливала Ходила на прогон Могла там На середине упражнения Остановиться Что у меня нет сил Анна говорит Подыши, подыши И дальше продолжает То есть все так Ну она ко мне никогда Ну потому что все-таки Наверное твой характер Сверх никаких Но я и такой человек Которому не нужны Нагрузки большие Что я могла выйти И без нагрузок Без многого Количества повторений То есть все сделать Чисто собраться Как раз Элена Вауна тоже подчеркивает Что наверное основной твоей силой Было даже как немногие считают Красивый подъем А именно твой спортивный характер Потому что подъемов таких было много А вот такой спортивный характер Которого Яны На вес золота Расскажи Опять мы не будем расспрашивать Папа привел тебя в спорт Это все знают Что ты из спортивной семьи Ты сказала Что на гран-при тебе понравилась Даше Трубникова Возможно это связано с тем Что у вас Общий первый тренер Екатерина Панкова Я не могу так вот прям выделить Сейчас не могу сказать Что только мне Даша понравилась Мне нравится Карина Кузнецовна У нее вот нет возможности выступать Пока на таких Она сейчас эмоциональную такую окраску Приобревайте взгляды У нее появились Понятное дело Мне Карина нравится Потому что мы опять же одного тренера Она правда крутая Вот так Не знаю Дина с Ариной Мне нравится тем, что ему очень тяжело И я думаю, что Ты просто знаешь весь путь Да Возвращаемся к Екатерине Панковой Тебя привели Тебе сказали В нескольких интервью Говорю, что тебе сразу сказали Девочка будет чемпионкой Ну как бы Глаз на тебя положили Скажем так Я не могу сказать так Была такая история Что Екатерина Валентиновна Ее муж пловец Они общались с моим папой Были в общих компаниях Они пришли к нам в гости Я сидела в комнате Играла в Sony Playstation Или во что-то И вот с подъемами Вот так сросла Блин, она зашла Говорит Леша, мне надо Папа Леша мой Мне надо ее в зал Она, наверное, месяца два Их уговаривала Они не хотели Потому что я тогда плавала Потом в итоге Меня привели Но я смотрелась Мне кажется Хуже всех Миллион раз Есть видеозаписи Где меня там Снимают в мою группу С кем я тренировалась Снимают И потом переводят А где же наша Яночка В конец Яна там в черных Почему мне родители Одевали в черных носках До колена Как бы гимнастки Все должны, наверное, В белых носочках быть У меня были ритузы Такие вот Розовая какая-то Водолазка И носки черные А я видела это видео, кстати Мне кажется Ужас Я говорю Как вы меня так приодели? А что, нормально было? Зато тепло Ты воспитанница Школы Крылья Советов И ваш олимпийский Триумф Сритой Мамон Был все-таки Триумф у московских школ Потому что до этого Называется Сибирская олимпиада Была Такая Женя Канаева И Даша Дмитриева А тут Две москвички Скажи Какую важную роль Сыграла именно Крылья Советов? Мне кажется Что ты попала К нужному тренеру Вот как дальше К Ленбовне И в нужной школе Потому что Раскрыть тебя Как гимнастку Вот этот стиль Крыльев Сказали Нужно В ЦОП Идти Но что-то Родители Подумали Говорят Нам Неудобно Возить Во-первых Вообще И вообще Не хочется Ее там Сломают Ее там Ну то есть Вот какие-то Такие были Сомнения И Предложили Ну да Предложили Вот есть Хороший тренер Корпышенко Лена Львовна Но она Не всех Типа берет Вот так Но меня Я не помню Как Первая тренировка Я не помню Меня привезли И она Она меня посмотрела Наверно Как-то И у нее Была тогда Саша Ермакова Тренировалась И она Я все время За ковром То есть Где-то За красной линией Там тренировалась Она на меня Не было Такого Что она На меня Тренировала Когда уже Саша Закончила Тогда Она начала Усиленно Тренироваться То есть Ты не начала Не в крыльях Вот эта Такая Начала Нет Я вообще В Новокосино Там Такой Вот Как Комната Наверное Зал был С такими же Подолками И начинала Вот так До шести До семи лет Я тренировалась Там Может даже До восьми Не помню А потом уже Вот Мы все Рассорились И я попала В крылья То есть Я неделю Вообще Не тренировалась Родители Думали Куда Как Узнавали Кому Лучше Вот так Вот То есть Судьба Ну да Я честно Не помню Как это было Первый раз Когда я туда Пришла И помню Уже Когда тренировки Были Ежедневные Но ты понимаешь Что В каждой школе В Москве Есть определенный Все равно Такой стиль И ты Наверное Как раз Попала В ту стихию В которой Смогли Тебя Раскрыть И подчеркнуть Стиль Все-таки Школы Крылья Советов Вот этой Длинной Красивой Гимнастики Потому что Попала Ты может В другую Школу Тренеры Все разные Не обязательно Что в крыльях Все Вот так Это просто Елена Любовна Всем видно Что и Карина Похожа Как на меня Двигается До меня Были девочки Мы как-то Все Это красивая Гимнастика Я считаю Это Можно повторять Такое Как пошли Первые победы Не было Побед Никогда В начале Карьеры В плане Что Я не особо Старалась Как-то выступать И выигрывать Если честно Поначалу Третья Четвертая Вторая Это максимум Что я была Первая победа Это на первенстве России Не помню В каком году 2009 Наверное Была В Самаре Что ли При этом Ты была уже Известной Девочкой Когда Выступала По кандидатам Мастера спорта Но при этом Ты не была Такой Как Полина Шматко Яртой Имеется ввиду Лава Крамаренко При юниорах Все следят За ними Им нельзя Ни шаг На Твоя звезда Раскрылась На мастера Меня не особо Замечали И куда-то Ставили Хотя У тебя Какие-то успехи Были Конечно Не скромничай Да И твоя звезда Раскрылась Наверное Как раз Первый год Мастера Чемпионат Европы Детский В 2012 году Меня благополучно выгнали из Новогорска И сказали Что ты выиграла Тут по юниорам Теперь заслуживаю По мастерам Ты же уже на мастера Перешла И я На чемпионат России Поехала Там Второе место В Мече Что-ли Где-то Заняла После Радуловой Дмитриевой Да Ну и меня Обратно Прогласили В Новогорск Но Елена Львовна Она такой Ну вы ее Наверное Знаете Она скрытная Немножко Человек Ей не очень Не хотелось Ездить В Новогорск Да Ей комфортно Был в своем старом зале На своем ковре Когда хочет Тогда приходит Никаких проблем Никто не поджимает Нам давайте Сваливайте Уже Такого нету Она все-таки Старший тренер Крыльев Там все По расписанию Сказать Сколько надо Столько и сидит Рады поделиться Приятной новостью Дарья Трубникова Стала амбассадором Брэнда Сова Нашим давним Партнером И по традиции Промокод На скидку Под этим Видеом Ты в крылья Приходишь Ты чувствуешь Себе там комфортно Это все-таки Твой дом Сейчас я уже давно Там не была Только один раз На соревнования Тепло Такие хорошие воспоминания Точно неплохие Потому что они, мне кажется, оказывали все равно у тебя достаточно поддержку Поддержку, да И все делали И карточки Я ни одного Мне кажется, я единственная гимнастка, которая не знала ни одного значка, как пишется За меня все То есть писали Всю музыку Именно только тренируюсь И все Все остальное мы за тебя решим Вот так Это было Это здорово Мне лимфом важно Ты не позорься Хоть выучи, пожалуйста Хоть один значок, как пишется Я говорю Я бы лучше, выучи И так до конца карьеры ничего не выучила Сейчас карточки убрали Так что Все проще Расскажи, пожалуйста, про первую, возможно, свою яркую победу Которую ты запомнила Как вот уже медаль Когда ты поняла, что Вот первенство России было Это типа на тот момент Крутый штаб Первенство России Это всегда топчик Да Вот Запомнила Я не помню, в каком городе это было В Самаре, по-моему Не помню, правда Или Дмитров Вот тогда запомнила Это прям звезду поиск словил То есть Для меня это было Ну, я не ожидала, что я могла выиграть И выиграла Я помню даже, кто был Сватковская с Дашей Мы соревновались По-моему И Оксана Кондра была девочка Она уже давно как бы закончила Даже с Сватковской, конечно, знаю Да Вот мы между как-то там соревновались Не помню Или она много старше Короче, не важно Потом уже возраст вообще После того, как переходишь на сеньора Не имеет никакого значения Кто какого года Это да И я почему-то думала Сейчас ты скажешь Моя первая медаль Абсолютно Имеется в виду Чемпионат мира А, ну вообще Чемпионат мира для меня запомнились Так Наверное, последний Это самый Сложный Да Потому что с ногой Вот эти проблемы были Я считала себя сумасшедшей Потому что Ну, мне делали очень много МРТ Я каждую неделю-две ездила на МРТ Мне очень болела нога А мне говорили, что зона роста Я думаю, ну какие 18 лет зоны роста Они в 14 лет уже закрываются И там как бы небольшой отек тканей И мы не можем за этим отеком увидеть ничего И я думаю, ну, наверное, я сумасшедшая Наверное, я такая Я придумываю себе Ой, голова болит как сильно Там уже не болит, а все равно болит Такая Надумывающая гучи болезней разных Поэтому я про себя думала Ну, наверное, я просто придумываю Что у меня так сильно болит Наверное, это можно терпеть Наверное, у всех так болит Наверное, только это мне помогло Выступить И, может быть, выиграть Потому что не знаю до конца Проблему, какая она Сколько серьезная Как раз мы так сразу К твоему заключительному чемпионату мира Да, Елена Львовна говорила Как раз, что Ты не делала прогоны Можешь сказать, ты перед выходом лежала Я вообще Да Мне делали укол в икру, укол в попу Укол в икру, укол в попу То есть я вообще ничего не делала Я сидела на шпагате Елена Львовна говорит Через две гимнастки Я так Все, пошла То есть не была вообще подготовлена И не выступала я с обручем В отдельных видах Саша Солдатова за меня выступала Я не тренировала обруч За две недели до выступления И там Елена Львовна говорит Ты, наверное, не попадешь вообще в финал Так что давай не будем его тренировать Я говорю, ну давайте Я такая Не буду себе нагрузку лишнее делать Елена Львовна, я вам доверяю Если есть вариант меньше, то я согласна Ну, а ты не тренировала И потом, я помню, мы приехали первый день в Штутгарт И она говорит, ну давай тут на разминочной площадке Ну просто возьми обруч, покидай Я беру обруч, все бегут, говорят Ты не делаешь обруч, поэтому вам нельзя на разминочной площадке Именно в зале брать обруч Судей при участниках Да, да Отслеживали Еще, я положила благополучно И взяла только день выступления, когда уже волраунд попала Я все не дохожу до олимпийского цифра Потому что как раз, имеется в виду до самих олимпийских игр Потому что хочется У тебя была сумасшедшая карьера Юная, красивая и победоносная С тобой соревноваться Почти было невозможно Если ты делала все чисто Почему мы с Ритой, мне кажется, на равных Немножко так выступали Если я и она чистят У меня, конечно, чуть-чуть больше оценка Единственное, суперчестный чемпионат мира Это, наверное, второй был в Измире Потому что и я, и она сделали идеально все Ну как не идеально, но какие-то маленькие, без грубых потерь И вот тогда я выиграла И для меня это было вообще Что... Так, Вита вроде роняет Я думаю, ну... Всегда там где-нибудь до уронят И тут она чистая сделала, и я чистая Тогда была такая победа Прям над собой, можно сказать Скажи, пожалуйста, Яну Кудрявцеву перед выходом настраивали? Или ты все сама делала? У тебя говорили слова? Я не слушала, мне что-то говорили Я никогда не слушала, что мне говорят Ну я вроде как бы слушала, но я... Ну, например, то, что Лилия Мавовна говорит, что-то я слушала То, что мне... Ну, Ирина Александровна меня там никогда не тренировала лично И мне казалось это странным, что она приходит и говорит мне что-то перед выходом То есть я боялась, что меня что-то собьет То есть я слушаю, делаю вид, улыбаю, спасибо Но как бы все мимо ушей пропускаю Что ненужную информацию какую-то Просто тренеры так долго и тщательно подбираются на гимнастке перед выходом Нет, ну, Лилия Мавовну я слушала, почему? Она меня успокаивала, когда у меня были панические атаки Ну ладно Это я грубо уже сказала, но в плане... Мне кажется, это один раз с лентой уже потом тяжело выходить Мне было очень страшно, вот когда я получила первые 19 баллов В Европе, в Вене Мне было тогда перед мячом очень страшно Мне трясло просто пипец, как осиновый лист И я помню, что еще у нас была... Есть она до сих пор, Вероника Борисовна, хореограф И Рита выступала до меня Мне было это очень тяжело всегда переживать, что я вторая выступала Мне надо было выступать первой и не слышать вообще, вот как я выступаю Хотя Лилия Мавовна говорит, что мне лучше, когда я вторая Когда я знаю, сколько мне надо получить, какая у меня оценка должна быть, чтобы выиграть В общем, я отступила от темы, и Рита выступила Я же всегда слушаю, то есть Рита там оценки, уши закрывает, когда оценки А я наоборот, там главное услышать, тихо все Еще если экранчик, то я еще во время разминки посмотрю, как Рита выступает То есть так это было И она выступила, я уже поняла, что зал хлопает, что она очень хорошо выступила И мне вот тогда трясло, и Лилия Мавовна, спокойно, спокойно, все нормально И бежит Вероника Борисовна на всю разминчную площадку 18,6 И я думаю, все, пипец То есть тогда столько не получала ее Да, конечно И потом 19 Уиграла Это такое признание, потому что, мне кажется, Яна Кудрявцева и трясло такое Нет, тогда было очень страшно Там еще был зал очень комфортный, очень большой и темный, то есть тяжело было в нем выступать Ты все просчитывала? Да, ну нет, я считаю не очень хорошо Я говорю, Лиле Мавовне, сколько мне надо получить? Она мне говорила У нас много отсылок как раз к интервью к Лиле Мавовне И все-таки уже немножко удочку закинем в Олимпийскую Тот Олимпийский день И она говорит, да, меня Яна все время спрашивала, сколько мне надо получить, могу ли я быть первой И Лиле Мавовне говорит, я никогда не считала Я всегда говорила Нет Она говорит, я вот так в голове делала Говорю, сможешь И все, она говорит, я очень лет так рассчитывала Я помню некоторые соревнования Я что-то за площадку уронила Я говорю, что мне надо сделать, чтобы выиграть? Она говорит, 18,7 Я говорю, хорошо, а я выхожу 18,733 Я говорю, как просили по заказу И она как раз тоже И вот в тот день после твоих выступлений с бывалами Яна спросила, я смогу выиграть? А я не спрашивала, я уже понимала, что ничего Она говорит, в тот момент я поняла Она говорит, я всегда не говорила, что она сможет Она говорит, почему-то в тот момент я поняла, что нет Но я не как бы Там был экран как раз Я смотрела ленту Ритину Разминалась на ленту И еще успела поглядеть Я поняла, что она сделала все чисто И уже Хоть я максимум получил, никак не выиграла На Аню Резидинову не смотрела? Нет Нет, не интересно Это такая ответочка на интервью На Аню Резидиновой, где она говорит, что ты теряешь две булавы Мы вообще против всех провокаций Но когда она говорит, что потеря двух булав И что там за Яна Кудрявцева Я думаю, как бы я уважительно не относилась к украинской сборной При этом Ребят, все равно соревновалась Яна Кудрявцева первым делом, может сказать, с собой Потом с Ритой Мамоной Нет, ну А за третьим Когда я плохо выступала, тогда я смотрела тоже оценки Потому что, чтобы Мне помню Лена Вовна сказала, что Я говорю, я не пойду выступать, я не хочу Я говорила так Она не помнит этого Я говорю, я не хочу на второе место Она говорит, ты на второе место еще сейчас не встанешь Типа, ты член, ты вообще плохо выступишь и за тройкой будешь Я тогда поднапрелась, думаю, ну ладно, хоть второй И то не плохо Речь идет о серебре Олимпийских игр, которым людям идут очень долго Кто-то мечтает о нем Ничего страшного Все-таки рассчитывали на золото и шли Потом я не могу сказать, мне говорят, как ты вообще ничего с собой не сделала Я вообще спокойна, не могу сказать, что Я прям поплакала сначала чуть-чуть Не было такого, что я с каким-то позором закончила То есть я все равно боролась И мне как-то вот этими мыслями себя успокаивало И не могу сказать, что мне это очень пошатнуло Моя нервная система или что-то Мне муж говорит, как ты вообще выжила после этого Я говорю, ну вот спокойно Я помню, я у Лямы Вовны на Kiss and Crime Мы сели после ленты Вот, давай Я села и говорю, Лямы Вовну, это очень плохо, что я вторая Она говорит, плохо, только что у тебя пожизненные не будут зарплаты Потому что так за золото А так все ничего А я такая думаю, блин, а вот хотя надо этот вопрос поднять Почему нет никакого разветвления вообще Давай, за серебро нет пожизненной зарплаты Из-за бронны, из-за серебра нет Только за золото Сделали бы хоть разную сумму А, кстати, мы этого не знали Это очень... Я даже звонила в горячую линию Путину Зала бронны Зала бронны Что-то мы подпустили вечером Очень тяжело На канале мы обрабатываем большую дворот Алина, в шоке Обрабатываем Ты попытайся, смотри, декретные 50 рублей убрали, повысили Так что, может, следующий вопрос будет про сервера олимпийских игр Правда, я, кстати, даже не знала об этом, не задумывала Как-то странно, мне это вопрос очень волнованный Это очень забавно У меня был, конечно, вопрос, что вы говорили Яне в Kiss and Cry после булав Но ты уже рассказала такое, что было после ленты Что было в Kiss and Cry после булав? Да ничего, я не помню, если честно Нет, ты вот так сидела, это кадры, которые... И любовный говорит, не позорься, слезы вытрем А мне было пофиг уже, что на меня кто-то смотрит Ну там невозможно, я поняла, что все это Что уже не золото точно Конечно, обидно было Но я часто плакала, если честно То есть это не так было, что я просто делала это со шторкой где-нибудь А тут показала Получилось так, да Космические булавы Угу Вообще Услышали и нам понравилось, попробовали Но мне оно очень нравилось Я всегда хотела себе какую-то такую, не знаю, музыку, чуть ли не рэп, рок, что-нибудь мне такое поактивнее А тут коня опять Мне классику, мне классику, танцую под классику Я помню, я всегда там, я помню, я приходила в зал каждый вечер Я была, я не знаю, откуда у меня столько, у меня сейчас нет столько энергии Это не может быть старость, потому что у меня всего 22 Я не знаю почему так Я приходила в зал, у нас стояли батуты, я прыгала на этих батутах Ну там с кем-то, каких-то соучастников к себе звала Прыгала на батутах, сальто крутила Потом шла на ковры, уже никого не было, 10 часов вечера И у девочек по сумкам доставала диски, например, мне нравилось там, вывел рок у Риты Я вставляла и вставляла себе упражнения какие-то, ну как бы так Что-то танцевала там И хотелось Это прям уже было, когда я была взрослая, но в маленьком возрасте вот играть И когда тебе 18, это уже странно мне как-то Тебе хотелось что-нибудь бунтарского такого? Да, мне прям вот, меня заводила музыка какая-то такая вот А тебе все по красоте, динь-динь-динь, колокольчик А любимая постановка какая вот все-таки, чтобы срослась? Ну, мне легче всего мячик, наверное, было делать А музыкальное именно, вот то, что все равно, может, попало в своем бунтарском? Обруч мне нравился, но я боялась почему-то, вне зависимости от упражнений, я всегда боялась делать обруч Переживала, не знаю почему, и много обруч у меня такой Хотя незаметно это было особо, чем всегда нормально выступала Вот ленту я всегда что-нибудь зацеплюсь, что-нибудь Я не могу сказать, что мне не нравилось лентой выступать Но всегда у меня меньше по статистике, если смотреть, оценка была за лентой Лента у всех всегда меньше, потому что там набор сложнее сделать Ну, опять, седьмой тысяч раз скажут все наши, что я упоминаю Елену Вовну Она сказала, ты ленту на Олимпийских играх сделала так, как никогда не делала, что это было самое красивое твое исполнение Но я уже, я не знаю, как я на это собралась, вот сейчас бы меня запусти, я бы там хвост поджала То есть, это все как-то ушло, видимо, там, опыт все равно зацеплю на Ване сейчас Нету такого опыта Она смеется, говорит, что не хотела выходить Она говорит, тебя никто не спрашивает, выходить надо будет все равно в любом деле Ну и хорошо будет, я прям помню, первые три вида я ничего не видела вокруг себя Я обычно вижу, где сидит мама, где сидит папа, ну ладно, папа не ездила, где судьи, где Вика Аникина у нас сидит То есть, я всегда, я всех вижу, я на всех посмотрю, там, улыбнусь, во время упражнения, прям там, на переднем ровесе стою, прям на суде, а этот тут сидит То есть, а первые три вида на Олимпиаде я ничего не видела, у меня было все смутно А ленту мне уже было как-то не страшно вообще, и мне было как будто пофиг, если честно уже То есть, так, и именно из-за этого спокойствия я там в начале упражнения прям видела, Рит сидит самим, улыбнулась, то есть, так То есть, прочувствовало это все-таки выступление Да, я прям все видела, я суперспокойная, хладнокровная, все видел, все Ну, пару раз там у меня лента, ну, нет, не видно так, на выступление, если на видео смотреть, зацепилась То есть, немножко страха было, но все-таки выкручивалась везде, да Не зря говорят, что Олимпийские игры это особый турнир Да Ты долго, наверное, думала, почему это так произошло, потому что потеря в булавах на смешном, скажем, риске Ну, не смешной, он сложный, но для тебя смешной Ну, я как-то не понимаю, почему это произошло, это, наверное, должно было случиться, потому что, опять же, я такая немножко, где можно я уйду с тренировки, то есть, не буду сидеть, работать до конца, то есть, и вот это, наверное, Рита все-таки такая дружница была в сравнении со мной То есть, ты винишься, ну, я считаю, что это все все равно видно, да? Сверху, да, блин, это еще слова ты говоришь, прям очень Ну, я не могу сказать, я такой человек, который, вот я не делаю там большое количество повторений, потому что я же выруюсь за площадкой и все равно добегу за ней Вот, хоть она вот так будет от булава крутиться, я в любом состоянии могу ее поймать, в любом У меня именно, вот мне повезло, что у меня координация, конечно, какая-то сверх, я могу там, я не знаю, и за спиной, и за лопаткой, и за головой поймать Природа такая у тебя сумасшедшая Да, и вот именно, что с жизнью это ужас Я роняю все, я режусь каждый раз, когда я, то есть, на кухне, у меня каждый раз порезан на пальцах все, вот Ну, то есть, роняю, Дима говорит, а ты, да, она издевается, я его на стакан уроню, разобьем, говорит, а это что, тебе булава, что ли? Я говорю, ну, конечно, вообще, мне, прям, специально меня длится Сейчас, сейчас, продаю Это, тебе, булава, что ли? Говорю, ну, конечно Соревновательный сезон в самом разгаре Важной частью при создании образа является классный купальник Мы рекомендуем компанию Art Blest Магазин-ателье с самым большим выбором купальников в России Ну, опять к Ленвовне, возвращаясь, она говорит, я тоже много думала про историю Почему Яна, которая никогда не теряла на этом, ты в интервью говоришь, что он с 13 лет у тебя стоял Да, в любом виде я могла его сделать Спокойно Она говорит, возможно, это из того, что год был такой травмированный, скажем Ты не была в абсолютной форме в своей в течение этого года Я все равно могла поймать это за 3 секунды Имеется в виду, она сказала, что ты не была в абсолютной форме, все равно выигрывала И это в какой-то момент немножко притупило твою спортивный взгляд, твою ловкость, кошачьисть Я не могу сказать, что я была расслаблена все равно Даже не расслаблена, она говорит, это именно спортивно Потому что Яна выхватывала, а там не так плохо летела была Там хорошо все летело просто из руки Я не такие броски ловила Да, имеется в виду, это в какой-то момент просто вот... А ты веришь, что это все-таки сверху чуть-чуть недотренировано Какое-то, типа, очнись Ну, не вовремя немножко, если честно Чуть-чуть побоюсь, скажи, на японский чемпионат мирный месяц На клубный, скажи, я бы там не против была, а бы там очнуться, да? Сейчас зачитаю твои слова Так мы нашли пост, который как раз ты выложила первый после победы Это вообще не я, если честно Писала Нет, то мы понимали, что тебе подсказали, потому что... Нет, это я сидела на допинге, но у меня, конечно, тогда была истерика такая И мне писал Андрей Абрамов, это наш врач Хорошо, как пишет Да Очень красиво Но мне кажется, все равно часть твоих эмоций здесь отражена Ну, конечно Нет, я сидела с ним, половину диктовала, половину он моих мыслей писал Ты извиняешься, сейчас я зачитаю быстренько Так бывает в спорте, что идешь к цели всю жизнь Ты не ходишь в детский сад и в школу, не гуляешь вечером с друзьями, не видишь близких, ты пропадаешь на тренировках, на соревнованиях, ты стараешься, потому что знаешь, что за тобой любящие тебя люди, целая страна, Родина, и ты делаешь все, чтобы не подвести, радовать и быть первой Это вот Яна Кудрявцева, быть первой, это вот все-таки друзья, подруги, болельщики, родные тренеры, простите меня То есть ты извиняешься все-таки за свое серебро? Ну, конечно, родители и тренеры, я все равно считаю, что я подвела, потому что это все от меня в любом случае зависело, я ни на кого не могу это скинуть, что не я тут виновата Но не могу сказать, что я прям извиняюсь, что я все равно считаю, что если бы это был позор, я бы извинялась, но это был не позор, я все равно боролась, я выступила на достойном уровне И это, конечно, красота была, это серебро с моими слезами, с моей улыбкой, с вашими аплодисментами сияет, как золото Дальше, конечно, говоришь огромное спасибо Елене Вовне, которую воспитала из маленькой обезьянки вице-олимпийскую чемпионку Конечно же, огромное спасибо Марине Александровне То есть серебро с золотым отливом? Да, у меня еще во всех группах потом, после того, как уже олимпийские игры закончились Фотографии, где я с этой серебряной медалью или кусаю, или что-то, и они все красили в золотой цвет То есть мои фан-группы какие-то Ты на них сидишь, просматриваешь? Ну сейчас уже нет, они уже не такую активность имеют Раньше, конечно, все старалась просматривать Но это интересно, они делали очень красивые видео Я до сих пор что-нибудь выставляю, какие-нибудь видео Специальным партнером для выпуска с Яной Кудрявцевой стала компания Сити Фабрика Производитель спортивных товаров для художественной гимнастики премиум качественной Специально для наших зрителей по промокоду разговоры о гимнастике скидка 10% на все заказы Подписывайтесь на их инстаграм Яна, ты уже несколько раз повторила, что все плохое, наверное, забылось Первое, что вспоминается из поездки в Рио Какие вот моменты, эмоции Ну, наверное, сами соревнования, вот эти эмоции После, уже когда все закончилось Это не горе, не радость, а просто, что все закончилось То есть, что какие-то такие эмоции Я не могу сказать, что я плакала, закончилось все от горя, от какого-то, такого не было Просто радость, что все закончилось, вот так вот было Потому что было очень тяжело А Рио ассоциируется именно с Олимпийскими играми, если ты прилетишь Рио? Да, именно с Олимпийскими играми, конечно Елена Волна в нашем интервью также рассказывает смешную историю, что они все плакали, плакали Софи Роман, директор Крылья Совета, говорит Но они заплаканы, глаза узкие Они говорят, отлично, мы уже в Токио готовы Были вообще планы оставаться на сезон? Или ты сразу знал, что Олимпийские игры, это будет заключительное Ну, во-первых, именно не то, что я так хотела Может быть, я и хотела, но у меня не было уже здоровья никакого То есть у меня настолько, я сейчас на каблуках похожу, у меня уже болит нога Вот эта вот, которая мне оперировали То есть там реально была проблема серьезная и во второй ноге уже И я, наверное, не хотела сойти с ума просто Поэтому я вовремя убежала, вот так вот Потому что все равно это такой психологический стресс для организма Даже для Яны Кудреевцевой? Да, ну, конечно, мне кажется, никто от этого не застрахован И нету таких, которые никогда не переживали И вот с такой психикой остались супер уравновешенной То есть я вспоминаю, что ездила с командой поддержки на чемпионат Европы в Минск И была твоя мама Она то ли не смотрит твои выступления, то ли выходит Ну, первые соревнования, которые она ездила на чемпионаты Европы, мира Она смотрела, а потом уже страшно было ей Поэтому она выходила Выходила, по-моему, вот я помнишь В Рио она не смотрела Выходит Да Но она потом пришла и поняла, что все, пипец тоже А как она, кстати, расскажи вот именно о логистику Как она потом по телефону смотрит, у кого-то узнает, как выступила Ну, приходит в зал и спрашивает Это вот для мам даже интересно Это вот для мам даже интересно Потом, наверное, смотрит, я так и не спрашивала У них все на дисках записано, на флешке, там, все мои выступления с комментаторами Комментаторами С комментариями Да А ты чувствовала маму в зале или телевизор? Нет, у меня вообще без разницы, кто меня смотрит Это было просто именно маме было легче выходить Да-да Я никогда не говорила выходи, она то есть сама все У тебя есть несколько татуировок Да И одна из них, расскажи, как раз с Рио связана Да, после Рио сделала татуировку Рио 2016 Мне кажется, муж часто о ней говорит, чтобы... А на второй Ева Какая хулиганистая гимнастка Яна Кудрявцева была Ну да, мне всегда, я еще сделала, у меня много татуировок вообще-то Ах Я не делала первую татуировку, у меня было 15 То есть ты еще гимнастка была? Да, ну так, чтобы было не видно там внизу Ну, Лямбовна не знала об этом Иногда я купальник, когда одевала, то есть она немножко мне вылезала Ну, Лямбовна мне ничего не говорила, она знала, что я такая Что это часть твоего характера, неотъемлемая часть Мне очень хотелось что-то сделать с собой всегда Часто бывает, что кумиров идеализируют, и кумиры это... на них равняют поколение То есть девочка вот... Чтобы была похожа на Яну Кудрявцеву Ты знаешь, Яну Кудрявцеву лучше всех Девочка на Яну Кудрявцеву, ты бы хотела, чтобы... Ну, чем-то, может быть, что-то от меня, мне кажется, можно взять гимнасткам Ну, конечно, там татуировки, я не пропагандирую их Ну, я не считаю в этом ничего вот такого плохого Но, конечно, надо дождаться 18-летия и там решить это все Чтобы это было осознанно Обдуманно, не как там я это делала Потому что, наверное, родителям не нужно так, как это сказать Но меня очень сильно держали То есть ничего нельзя То есть дисциплина спортивная такая Дисциплина, и у меня вот это, запретный полот сладок Мне хотелось куда-то убежать все время Там мороженое съесть, которое мне не разрешали То есть все равно надо что-то позволять ребенку не так жестко держать А почему мороженое не разрешали? Горло заболит нельзя, холодное нельзя, ничего нельзя Я только в шапке, да Мне так было всегда стыдно, что я всегда ходила в шапке Там уже, не знаю, апрель месяц, уже тепло А мне папа, одень шапку Я вот так завернута И потом папа только за угол сворачивает И сразу эту шапку снимала Так это было Перебор иногда прям Поэтому я сейчас хожу вообще без шапки, даже зимой Мне так всю жизнь сохранилась Ты это, мне кажется, будешь транслировать, когда воспитание съела с дочкой Ну я жесткая мамка, мне кажется Да? У меня муж, она мне что-нибудь щипнет, я ей в ответ Я его пошел Он говорит, не трогай мою дочь Я говорю, мы просто деремся, дай разобраться нормально То есть я могу на нее прикрикнуть У меня муж вообще супер Ну не хочет она есть, не надо Я говорю, как не хочет, надо есть То есть все-таки вот этот характер Яны Кудрявцевой в данном случае уже в материнстве продолжается После нашумевшего фильма «За пределом» Многие говорили, многие смотрели, увидели гимнастику с той стороны, с которой они не видели или не хотели, наверное, видеть Одной из историй, как создавался фильм, не знаю насколько это правда, было, что по сценарию основная линия это ваше противостояние с Ритой Что это ваши два разных абсолютно характера И вас хотели снимать параллельно, смотреть, как вы будете идти до Олимпийских игр и как это будет развиваться Просто в какой-то момент, так как, мне кажется, режиссер думал, что вы все-таки тренируетесь в одном зале одновременно, параллельно А ваши тренировочные планы же расходились абсолютно Нет, там сразу снимали именно Риту То есть по большей мере больше снимали Риту То есть меня так в каких-то отдельных, не знаю, полчаса меня просили, ну прогуляешься А Риту прям снимали 24 на 7, то есть это сразу было, что именно Риту они снимают, не меня То есть фильм был про Риту Мамун и про тогда основная, наверное, сценарная линия, все-таки через ее историю, наверное, с папой связанная с Ритой Тяжело было быть под камерами? Ну мне, Рите, наверное, очень, это невозможно, в душ, они с тобой идут в туалет, с тобой везде, то есть никуда вообще не выйдешь Тем более есть какая-то личная жизнь, которая хочет, чтобы личная оставалась, а там это было вообще невозможно Мне не так сложно, о чем мне там полчаса попросили, не знаю, интервью дать, мне абсолютно не сложно было То есть мне издалека все это делали, но меня не цепляли микрофон, то есть целый день микрофона какой-то, мне такого не было Поэтому мне не так тяжело было, не могу пожаловаться И особенно, наверное, их впустили в тот мир, в который обычно никого не пускают, имеется в виду в зал, особенно в Олимпийский год Там же происходит даже не то, что там какое-то что-то плохое происходит, но просто там настолько личное происходит Да, там ничего страшного, там происходит именно очень личный такой контакт тренера-гимнасток, чтобы вывести к этому Ну да, это для меня было большим удивлением, потому что Ирина Александровна старается никого не впускать Да всегда даже в это отношение тренер и гимнастка очень редко, даже когда ты маленький, грубо сказать, еще неизвестный тренер, маленькие дети, ты все равно стараешься никого не впускать И даже не потому, что ты делаешь что-то плохое или там говоришь ай-яй-яй там, а потому что это какая-то особая атмосфера все равно между тренером и гимнасткой Наверное, мой личный вопрос, почему именно в твое день рождения, в твое восемнадцатилетие была операция? Ну, потому что врач работал именно тот, к которому мы хотели попасть и кто отдавал какие-то гарантии на мое возвращение И вообще мне сначала сказали, что я буду год там на костылях ходить, потому что там наращивать суставы это не одна операция, это достаточно большое количество операций А именно этот врач сказал, что я готов вскрыть и посмотреть, что там, и сделать все возможное, то есть вот так вот И он работал там, они принимают один раз в неделю, если бы я на неделю задержалась, я бы уже ничего не успевала Поэтому вот так Для зрителей, которые не очень знают, Олимпийские игры были в августе А операция была в сентябре То есть меньше года для восстановления у тебя было Я еще подхрамывала, мне кажется, когда даже в Рио поехала То есть не из-за боли это было, а все равно привыкла Реабилитация Да Не все знают зрителей, почему все такие, ну Яна же выигрывала, Яна выигрывала Но очень мало рассказали про эту операцию, что на самом деле путь был, ты боролась с собой, чтобы просто выступить Это был очень важный такой момент, дойти до этого, ну именно до Олимпийских игр Потому что в сентябре операция, три месяца, около двух месяцев, по-моему, ты на костылях все равно очень долго была Это видео в инстаграме, которое взорвало, как ты поворот панше крутишь Постановки, Елена Волна говорит, на Карине Кузнецовой Да, да, да Чтобы эта вся работа кипела, пока ты была в сапожке, причем он такой объемный был Объемный Прыгать ты начала когда? Я вообще не прыгала до Олимпиады, ну может пару раз Ну вот, старалась не прыгать Потому что на вторую ногу уже шло, потому что я всю тяжесть, которая у меня была на левой ноге, я все перенесла на правую И правая тоже уже не выдерживала То есть так, поэтому мне говорили не прыгать лишний раз То есть какие-то, когда прогоны, там, я не знаю, контрольные тренировки, когда судьи есть, тогда прыгаю То есть это вот, это было ровно четыре года, да, ровно четыре года назад И какая сейчас борьба идет для девочек, которые, чтобы попасть на эти Олимпийские игры Они борются между собой, так как у нас команда очень большая Ну вот сейчас Дина, Арина, Катя, Даша Трубникова, Лава Крамаренко, мне кажется, они сейчас все вот А ты, на самом деле, боролась сама с собой Ну почему у нас была Саша Салдатова, которая тренировалась до последнего с нами И в таких очень тяжелые нагрузки у нее были То есть она была очень готова тогда на Олимпиаду и была готова выступать Это чувствовать, тебе чувствовать, что тебе нельзя Ну да, ну я тоже думала до последнего, что я не буду, потому что все равно я и прогоны не делала И так это все держали в таком напряжении, кто-кто из нас Ну Рита точно как бы, Рита тоже отравилась, когда мы приехали там первые дни, поэтому Всем было тяжело Саши, мне кажется, тяжелее, чем всем вместе взятым вообще Я вот еще раз хочу подчеркнуть твое серебро, что многие считали это как проигрыш, но на самом деле Ты могла просто не выступать, это было реально, потому что в сентябре, в свое 18-летие Если не секрет, что ты загадала? Не загадывала уже В детстве, помню, загадывала, что папа бросил курить, а потом уже ничего, потому что не исполнялось Но сейчас бросила То есть работа Все-таки исполнилось В сентябре у тебя была операция Все думают, что это очень легко, твое восстановление до 8 Мне кажется, лишь близкие люди, и ты сама, Елена Вовна, знают, какой путь ты проделала, чтобы встать на ноги и запрыгать Я говорю, сейчас битва титанов на гран-при, что творят девчонки, чтобы... Кто будет этот первый-второй номер? Если бы меня спрашивают, то я не знаю Я как раз именно про то, что... А ты еще тогда не прыгала Нет, я не прыгала до самого... До самого Рио Да, потому что опасно Я Елена Вовна понимала, что нельзя То есть не давала мне лишних нагрузок Как я люблю все Тогда, возможно, это все такое серебро, которое дороже золота, наверное, на настоящем Если вот спокойно взять спокойной головой У меня было такое, что раз уж я выступаю, значит, надо выступать на золото Потому что потом уже у меня Олимпиады не будет Поэтому все равно тяжело это переживало, это серебро Сейчас уже с радостью все вспоминаю, не с отчаянием нескольким Наш традиционный блиц, ответы одним словом, либо короткие ответы Гимнастика это? Жизнь Если один предмет гимнастики оставить, то каким бы ты осталась? Пять Самая яркая фраза у твоего личного тренера, это Элен Волна-Корпушенко Лови момент, наверное Ты уже отвечала, если дочка, то гимнастику, если мальчик, то хоккей И пожелания нашим зрителям Если хочешь, можешь разделить на родителей, гимнасток и тренеров Либо просто общее пожелание Хочу пожелать всем гимнасткам удачи огромные Здоровья самое главное Веры в свои силы Побед и успехов Родителям огромного терпения Спасибо тебе большое, что благодаря тебе Мы своей командой вырвались в город Уфо Я очень надеюсь, что мы смогли показать тебя чуть больше и чуть шире И рассказать твою непростую, но очень яркую историю гимнастики Я желаю успехов на сегодняшней игре Спасибо Самое главное И огромное спасибо, что поговорила с нами о гимнастике Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»